Здравствуйте, на телеканале СРРК программа УАКОП КИЗ, меня зовут Виталий Несибаев. 1 сентября, как известно, День знаний, дети пойдут в школу, и в целом, насколько сегодня карагандинские школы готовы, и в целом о системе образования сегодня будем говорить с руководителем отдела образования города Караганды. Рад вас приветствовать, Тейму Катаевич. 1 сентября – это не только для учеников важный день, это и, прежде всего, для учителей, и для людей от образования. Скажите, пожалуйста, лето, помимо отпуска, это, конечно, и большая подготовительная работа. Насколько сейчас готовы карагандинские школы к новому учебному году, и какая велась работа? Сейчас о полной готовности мы еще говорить не можем, потому что середина лета, как раз разгар ремонтных работ. В этом году у нас достаточно хорошая сумма выделена на проведение ремонтных работ и проведение школ и детских садов в надлежащий вид. На сегодняшний день, если я вам скажу, у нас 7 капитальных ремонтов в семи организациях школ, общая стоимость, смертная стоимость – 1,2 млрд, и, кроме этого, 59 текущих ремонтов идут, на общую стоимость 1,6 млрд в тенге. И, кроме этого, из сэкономленных средств в этот раз выделены еще средства на ремонт детских садов и школ, установка спортивных площадок и модернизацию. Сейчас, в данный момент, например, по 12 организациям еще конкурсную процедуру. То есть очень много внимания уделяется для того, чтобы привести их в надлежащий вид. А те школы и сады, где нет ремонтной работы, они на сегодняшний день 100% готовы. То есть они просто ждут детей? Просто ждут детей. Ну вот перед программой вы сообщили, что сегодня в Караганде 81 школа. А скажите, пожалуйста, сегодня каково техническое состояние? То есть есть ли среди них аварийные, которые нуждаются не то что в капитальном ремонте, а в реконструкции? Ну, позапрошлым году мы провели по заданию Акимова области техническое обследование всех зданий старше 50 лет. И у нас выявились одна аварийная школа, одна полуаварийная школа. То есть половина зданий аварийные, половина годная для использования, для эксплуатации. И также три предаварийные школы. Это школы очень старые. Они требуют капитального ремонта, но в то же время есть предписание о том, что стоимость капитального ремонта может превысить стоимость нового здания. Поэтому мы сейчас после устранения аварийности школ займемся теми школами. Ну, то есть, как бы, да, срок тех школ, которые больше 50 лет, кстати, немало в городе, да? Потому что львиная доля даже, я бы сказал. 39 школ. 39. Мы обследовали. Но при этом также вы сообщили, что и новые школы, да, будут скоро вводиться в эксплуатацию. Да, по программе «Комфортная школа» в городе Караганды рассчитано по строительству 8 школ. Из них 4 школы уже строятся. В этом году начнут сдавать их в эксплуатацию уже. И кроме этого из местного бюджета, из местного бюджета строится в микрорайоне Кунгей еще одна школа. Ну, то есть, как бы, да. 5 школ мы ждем ввода в этом году. То есть, как бы, в этот учебный год они не попадут, да, скорее всего? Мы, ну, застройщики уверяют нас, что 1 сентября наверняка Кунгей, Киндала и Кульдер введены в эксплуатацию. Вот интересно всегда было, вот, как бы, тут же большая работа уже ложится на городской отдел, потому что, ну, если они сейчас сдадут, это надо вам штат формировать, правильно я понимаю? Эта работа уже начата. Эта работа уже начата. Назначены исполняющие обязанности директоры, которые ведут контроль хода строительства. Данный момент, то есть, современные технологии строительства школ, естественно, не очень сложные школы. Это есть приточно-вытяжная вентиляция, это есть автоматизация процессов внутренних контроля, видеонаблюдение. Вот эти все процессы, они должны увидеть именно во время строительства. Они уже с завхозами работают над этим. И, кроме этого, в этих школах сейчас мы объявляем уже конкурс. Вот объявление запущено, то, что с 22 начинается прием документов для конкурса учителей. И также мы определили микрорайоны этих школ, и мы уже знаем, из каких школ, какие классы будут переведены в эти школы. А набор тоже уже, наверное, предварительно, да, наверное, я так полагаю? Предварительно набор уже набросок есть. А вот интересна тоже ситуация. Вот недавно, это правда не в Караганде было, а вот в школах, например, в Кокпехте, туда пришел интернет от Илона Маска, то есть спутниковый интернет. А вот касательно, если взять город наш, областной центр, сегодня доступ к широкополосному интернету все ли школы обладают в нужном количестве? У нас вот программа, о которой вы говорите, она касается отдаленной местности. Да, да, я бы говорю, как бы шер. А в городе у нас интернет составляет от 20 мегабит и выше до 80 мегабит-то ходит. И очень хороший интернет. У нас просто очень слабый момент есть в 56-й школе, а эта школа находится прямо на краю города, сортировки в рабочем поселке, даже отдельно от рабочего поселка. Там даже очень трудно даже с помощью радиомоста этот интернет доставлять. А, там локально исключительно проблема, да? Да, там решается вопрос через ЖУСАН и в школе интернет есть. Так, а в остальном, как бы, в принципе, вопрос остро не стоит. Не стоит. О педагогах хотим поговорить. Сегодня, вот мы выше затронули, что новые школы, соответственно, ведутся конкурсные работы. Сегодня в целом есть ли дефицит или нет именно в педагогическом составе? То есть, потому что на селе, как известно, там есть вопрос. А вот как в городе обстоят дела? Конечно, в городе легче педагогов набрать, потому что в центре области находится в основном большее количество населения. Ну, если взять даже ровно половину учащихся в городе Караганда. Да, кстати. И на сегодняшний день, в связи с увеличением количества школ, мы ведем работы по конкурсному отбору учителей в эти школы. И в то же время мы не забываем о вакансиях, которые обозначили в тех школах, где они работали. Мы ввели расчет того, что многие учителя работают на полторы ставки. В таком плане школы, из которых они идут сильно, они пострадают, что нагрузка будет перераспределена между имеющимися учителями. И у нас в университете есть такая программа, как боковой вход в профессию, где около 30 человек обучаются других специальностей, на педагогических специальностях. На них расчет идет, и мы ведем работу с университетом по приглашению молодых специалистов. Такое рекрутство, да, своего рода? Да, рекрутство свое, естественно. Ну, наш университет проводит день карьеры, когда директора могут сходить, посмотреть, выбрать себе студентов и пригласить себя на конкурсы. Но, с другой стороны, можно сказать, что стопроцентного комплектового штата тоже, наверное, нельзя сказать? Трудность, возможно, будет для учителей с русским языком преподавания. Да, потому что все больше и больше. Потому что у нас, как бы, с казахским языком преподавания учителей достаточное количество, с русским языком преподаваниями, особенно учителя начальных классов русского языка и математики. Есть уже дефицит такой, да? Есть дефицит такой. Сегодня, опять же, если молодой учитель, ну, только-только закончил он вуз, приходит в школу, на какую сегодня в современных реалиях он может рассчитывать заработную плату? Если чисто на ставку сесть, это 150 тысяч. А он дополнительно что может еще? Дополнительные часы брать? Дополнительно, ну, трудовый кодекс позволяет полторы ставки, классное руководство, проверка тетради и так далее. Ну, потом даже категорийность, ну, у молодых специалистов категории нету. Потом по категорийности зарплата до 350 тысяч доходит. То есть сегодня максимум педагог в школе может 350 получать? 350. Ну, есть педагоги, которые имеют высокую категорию, до 500 тысяч доходит. А, ну, да, это, ну, знаете, уже такие опытные. Я к чему веду? На самом деле, вот я с вашими коллегами многими разговаривал. Сегодня, кстати, интересная ситуация складывает. Сегодня учителя, они больше руководителя школы зарабатывают, директора. Это, в смысле, это так случилось или это вот какое-то, как вот так произошло, то есть? Ну, я почему веду? Ну, просто директор это тоже, да, человек, от которого все зависит. Это колоссальная ответственность. Конечно, ответственность директора перед всей школой за жизнь и здоровье всего контингента, который находится в этой школе, не соизмерим тем, за что отвечает учитель. Учитель отвечает за процесс преподавания урока, выставленную работу, а директор за всю жизнедеятельность этого здания, его безопасность и за все случаи, которые в этом здании могут случиться. Но у директоров тоже есть возможность поднимать категорию. Если директор поднимает свою категорию, проявляя свои знания, проходя конкурсные процедуры, то есть аттестацию, то он тоже может поднять свою зарплату до 500 тысяч. То есть, как бы тут уравниловки нет, да, что все директоры школы одинаковые? Ну, естественно, директор, который только назначен, не будет иметь такой зарплаты. Он должен идти к ней. В теории, директор сегодня тоже может до 500 тысяч зарабатывать. Вот мы говорили о школах, что 81, но сегодня, кстати, минимальным спросом пользуются и частные, и средние школы. Каков процент сегодня, если в общей массе посмотреть, государственных и частных? У нас частных школ в Караганде 11. 11? 11 частных школ находится. Ну, это получается где-то около 10, нет, не 10 даже, ну или так, примерно. Около 10 процентов. И у них-то и детей-то мало. Да, они не берут, наверное... Не переполняют себя. Да, я к чему веду, там соблюдение именно норм государственного образовательного процесса тоже срока соблюдается. Естественно, они же не могут, да, самостоятельно... Они выше государственного стандарта образования не могут идти. То есть, они не могут, например, игнорировать требования госстандарта, а госстандарты выполняют, потом сверху они могут давать еще какое-то образование, пополнительное. А вот я к этому вел, то есть они дополнительно какие-то дисциплины могут давать, это не запрещено? Не запрещено. А какие-то базовые, ни в коем случае нельзя их убирать. Нельзя их убирать. Стандарты они должны выдерживать. Опять же, цены образования в частных школах они регулируют сами? То есть это не может, да, условно... Они сами регулируют. Они получают от государства, от Министерства посвящения государственных заказ на каждого ребенка. И по душой финансирование уже определило каждого ребенка, там, в зависимости от начального класса, среднего класса, старшего класса и так далее. То есть, скажем так, вот месяц около 70 тысяч денег. То есть, как говорится, там дело частное. Опять же, вот такая тема, которая, наверное, уже была обмусолена много раз, и министры об этом говорили, сборы в школе. Ну, сегодня понятно, это уже как будто давно было. Но сегодня такое бывает, случается, там, может, шторы они там хотят купить в классе или ремонт поддержать. По поводу сборов денег у нас есть приказ по отделу образования. В каждой школе есть приказ, каждый учитель ознакомлен, каждый директор ознакомлен, что строго-настрого запрещаются всякие сборы денег. Даже добровольные, ну, то есть, сами родители. Даже добровольные. Мы с родителем ведем беседу. Есть у нас очень активные родители, которые болеют, переживают за школу, готовы помочь. Но добровольное оказание спонсорской помощи, конечно, не возбраняется. Но это не должно быть добровольно принудительным. Когда один родитель очень активно начинает других к этому склонять, это неправильно. А если есть один родитель, то он сам хочет помочь, сам хочет помогать. То есть, вот так вот. Потому что я неоднократно слышал, говорят, давайте, ребята, в классе ремонт сделаем, детям парты купим. На это стоит запрет, потому что родители разные есть. Ну, а если взять в целом материально-техническую базу средних школ, сегодня всего ли хватает в плане, вот мы говорили про интернет, соответственно, нужны компьютерные классы. Можно ли сказать, что в Караганде с этим вопросов нет? Или нет предела совершенства? Нет предела совершенства, но у нас есть приказ номер 70 Министерства просвещения, который выставляет нам требования по оснащенности школы. На сегодняшний день школа должна сто процентов, например, школы должны обеспечить каждый кабинет интернетом с подключением к видеопроектору. Ну, в общем, медийность, чтобы была. Медийность. Да. То есть, вот этот видеоэкран огромный, в каждом классе он должен быть, который напрямую имеет возможность выхода в интернет. Сейчас мы эту задачу выполняем. В этом году у нас перед нами поставлена задача 30% обеспеченности, мы его выполнили. На следующий год до 70% довести. Мы средства душевого финансирования будем опять школам распределять, чтобы они довели вот этот показатель до 70%. Потом через год еще на 100% надо ввести. Единый национальный тестирование тоже затронем, потому что вот буквально недавно оно прошло, уже итоги подведены в целом. Общий результат карагандинских выпускников, вы довольны им в целом? Ну, опять же, это дело субъективное, конечно. Сейчас единое национальное тестирование, оно еще продолжается. А, еще, кстати. Итоги мы еще не подводили. Сейчас это отдано на откуп высшим учебным заведениям. Да, кстати. Дети сами регистрируются в чате, потом их приглашают, они приходят, берут баллы. Даже центр тестирования нам в итоге не говорят. А, то есть сегодня как бы это уже не головная боль. Да, раньше это было в рейтинге, стояло, конечно. Сейчас его нет в рейтинге, этого показателя. То есть как бы уже... Ну, дети сейчас сами заинтересованы в высокий балл получить, чтобы в университете грант получить. Ну, и опять же, вот у нас немного времени остается. Сейчас перед образованием, на самом деле, стоят высокие задачи, перед особенно начальным и средним. Вот сегодня, на ваш взгляд, опять же, субъективный к вам вопрос. Вот сегодня учащиеся поменялись, вот на ваш взгляд. Сейчас уже жена Казахстан, как бы дети, вот вы сейчас уже сказали, они сами стремятся в высшую учебную больше баллов набирать. Чувствуется ли, что какой-то подход поменялся у них в учении? Или, в принципе, они еще дети, и они еще такие же, как всегда были? Нет, сейчас период тотальной цифровизации, естественно, учащиеся поменялись. Они в некоторых вопросах даже... Они же имеют возможность образование получить из разных источников. Теперь очень много доступного стало в интернете, например. Дети очень развиты сейчас, что подстегивает учителей быть готовым на всякие каверзные вопросы. Дети очень диджитальные, они очень хорошо владеют всей техникой. И поэтому это обязывает учителя урок проводить в русле цифровизации. Раньше, если носителем всей информации была бумага, сейчас носителем всей информации является гаджет. И через гаджет дети быстро обучаются. И очень много проводить нужно игровых моментов. И для учителя стоит задача не учить детей, а учить учиться их. Это главная задача. Здесь очень много педагогических, методических тонкостей, которые мы постоянно обучаем учителей. На самом деле, вот заключительный вопрос, гаджеты в образовании. Тут как бы есть в целом, что нельзя на уроке им пользоваться. А есть мнение, например, как-то мы разговаривали с руководителем Назарбаевской университетной школы. Его субъективное, тут ключевое слово, мнение, он говорит, я наоборот сторонник. Потому что гаджет это своего рода как книга, источник знаний. Просто единственное, надо следить, что именно ученик там, может он мультики смотрит. Соглашусь, мы тоже придерживаемся этого мнения, потому что детям интересно через гаджет учиться. Если гаджет правильно использовать на уроке, есть очень много интернет-приложений, которые легко используются. Есть такие интернет-приложения, как Plickers, Kahoot, например. Там задания ставятся, дети быстро сотовый телефон выполняют, и на интерактивной доске все видно уже. То есть, если бы лично ваше мнение, вы были бы не против? Я не против, запретами никогда нельзя вот так делать. В свое время, когда мы читали книги лежа, нас родители ругали, но мы уже читали. И так же мы сейчас ругаем своих детей, чтобы они лежа не смотрели, без конца они не смотрели. Говорим, лучше книжку почитал, за что раньше ругали. Да, теперь вот так вот. Но если дает информацию, главное, во всех школах есть, например, контроль, блокирование сайтов, родительский контроль. Если родители хотят подключить, школа подключить их, родительский контроль, чтобы их сотовый телефон проверил, что он делает. А во время урока, если учителям считают нужным сейчас в данный момент, например, использовать виртуальную реальность, или интернет-приложения, или интернет-ресурсы, пожалуйста. А, естественно, мы против того, чтобы дети во время урока сидели. Ну, да, это уже вопрос дисциплины, да, конечно. Я благодарю вас за визит, спасибо вам за ваши ответы. Желаем, чтобы новый учебный год начался очень здорово, и караганинские школьники всегда нас радовали своими высокими показателями в знаниях. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Окот Киезет». Я только лишний раз напомню, подписывайтесь на нас в социальных сетях, ну и, конечно же, заходите на наш официальный сайт. Всего доброго, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok